Всем привет! Всем привет! Как ваши дела? Сейчас прочту один комментарий, который мне показался интересным, потому что в этом комментарии мой подписчик на самом деле, сознательно либо бессознательно, он собрал все основные рекомендации, которые находятся на моем канале. В общем-то, наверное, если взять 80% роликов на моем канале, то они рассказывают именно о тех пунктах, о которых упомянул мой подписчик. Итак, читаем комментарии. Добрый день, Надежда! В клинике, где была проведена операция ЭКС, реабилитолог не говорил о приеме болеутоляющих при выполнении упражнений. Учту это при операции на второй ноге. Да, первое. А как долго нужно принимать болеутоляющие через каждые 6 часов? То есть, как долго имеется в виду, сколько времени? И следующий пункт. Никто не рассказывал о том, что для снятия отека надо поднимать ноги. И следующий пункт. Лед прикладывать только к колену или можно по всей ноге? То есть, как вы видите, в этом комментарии, мне кажется, собраны все основные мои рекомендации, о которых я вам не устаю повторять. Поэтому, кому интересно, оставайтесь. Мы сейчас поедем, и я вам все расскажу. Начинаю отвечать на данный комментарий. По поводу болеутоляющих. Что могу сказать? Очень жаль, что реабилитолог не упомянул после вашей операции, что нужно действительно принимать болеутоляющие. Причем, болеутоляющие, да, действительно, мы принимаем каждые 6 часов. Для нас это ацетаминофен 500 мг. Мы принимаем их не только с целью снизить боль, но мы, что для нас особенно важно в реабилитации, мы принимаем их, чтобы быть в состоянии выполнить упражнения, так как это очень важно. Напоминаю вам, очень важно в первые недели начинать выполнять наши упражнения. Как долго принимать лекарства? В среднем, как правило, это 6-8 недель. Потому что 6-8 недель – это тот срок, когда должна быть возвращена полная амплитуда движения сустава. Независимо от того, о каком суставе мы говорим, будь то колено, будь то бедро, будь то голеностоп, будь то плечо, это 6-8 первых недель, когда мы стараемся изо всех сил, мы делаем наши упражнения под обезболивающими, и возвращаем нашу в первую очередь амплитуду движения сустава, и во вторую очередь мы начинаем самые начальные упражнения для стимуляции наших мышц. Вот так, наверное. Ответ на первый под вопрос – это в среднем 6-8 недель нужно принимать обезболивающие регулярно, для того, чтобы снизить боль, но больше для того, чтобы быть в состоянии сделать ваши упражнения. По поводу того, что нужно класть ноги на возвышение, чтобы снизить отек. Да, действительно, это также основная рекомендация, которую следует начинать применять с первых дней после операции. В общем-то, находясь уже в больнице, если вы находитесь в больнице больше, чем 2 дня, я бы вам сказала, что уже нужно начинать это делать прямо в больнице, не дожидаясь, пока вас выпишут. Потому что, как правило, сильный отек начинает приходить примерно где-то на третий день после операции. Очень часто, я вам скажу, бывает, что когда я прихожу на дом, а здесь пациентов я вижу примерно третий-четвертый день после операции, пациенты начинают жаловаться, что вот как это так в госпитале было так классно, так здорово, колено, бедро, все так замечательно сгибалось, разгибалось, поднимался по лестнице, спускался по лестнице без проблем, вернулся домой через 3 дня, да, и вот тут начинается самое интересное. Начинает отекать нога, начинает приходить боль, и в чем дело, почему так, что не так. В общем, вот такие комментарии от моих пациентов. На что я вам скажу, что да, действительно, и что я и объясняю, в общем, пациентам своим, что действительно в первые дни все классно, может быть, замечательно, но примерно с третьего дня у нас тело начинает как бы реагировать, да, на то, что у нас была операция, начинается процесс восстановления, начинается отек, боль и все вот это вместе. Поэтому, да, начиная с третьего дня, мы начинаем применять вот эту рекомендацию, когда мы ногу поднимаем на возвышение и вот эти ритмичные движения в нашем голеностопе, чтобы снизить отек. Основная рекомендация, это да, 3-4 раза в день в течение 10 минут. Мы это делаем примерно 4-5 дней. Как только отек начинает более или менее снижаться, то мы можем снизить до 2-3 раз в день, опять же, в течение 10 минут. Я вам здесь скажу, что снижение отека, это не просто какой-то такой эстетический момент, чтобы было красивее там, да, чтобы было легче ходить, но это опять же, мы возвращаемся к тому пункту, для чего мы это делаем. Мы это делаем, чтобы нормально делать упражнения, потому что я вам скажу со 100% уверенностью, на основании всего того, что я видела, да, всех пациентов моих, колено, бедро, голеностоп. Если у вас сохраняется отек, если нога, либо сустав отекший, то сгибай, не сгибай, он не будет сгибаться. Даже если там нормальная амплитуда движения, но если сохраняется отек в ноге, то ничего не получится. Нога на подушках, ну, в более тяжелых случаях, либо когда был вот этот начальный момент упущен в самом начале, да, то есть не делали мы этого упражнения на подушках, то мы можем добавить самомассаж. Это как второе средство для того, чтобы снизить отек. Следующий пункт такой, как камень преткновения, который иногда всплывает на моем канале, это прикладывание льда, некоторые боятся это делать, некоторые, в общем-то, не хотят это делать, не знаю. Ну, в общем, я думаю, основная причина это потому, что боятся. Я вам скажу, что прикладывание льда мы начинаем с первых дней после операции. В частности, активно мы начинаем это делать дома. Опять же, когда пациент приходит домой на третий-четвертый день у нас здесь, да, мы начинаем прикладывать лед на сустав на 10 минут каждые 2 часа. По поводу подвопроса, который прозвучал в данном комментарии, куда прикладывать лучше лед. Лед лучше прикладывать на то место, которое было оперировано. Предположим, у вас было оперировано колено. Значит, мы прикладываем на колено, с внешней стороны колено, либо с внутренней стороны колено. Под колено, в общем-то, тоже можно прикладывать, но нежелательно. Я больше рекомендую все-таки прикладывать на колено, потому что под коленом у нас идет связка вот этих ганглионов, вен. Ганглионы, я не помню, как на русском. Это, ну, в общем, пакет вен, да, которые возвращают кровь. И под коленом, ну, в общем-то, можно, но лучше прикладывать на колено и по двум сторонам от колена. Также я вам скажу, что если сильная боль, вот в первую неделю, то мы можем прикладывать больше, чем на 10 минут лед каждые 2 часа. Но тогда мы меняем положение нашего пакета. То есть вы берете там пакет со льдом, да, через влажную салфетку, как я вас учила. Допустим, прикладываем на колено, да, 10 минут. Через 10 минут вы меняете место, прикладываете с внешней стороны колена, через 10 минут меняете место, снова прикладываете с внутренней стороны колена. Таким образом у вас получается уже полчаса, да, но при этом нужно менять тогда место. Нельзя оставлять больше, чем на 10 минут на одном участке кожи. И, кстати говоря, по поводу всей ноги вы можете прикладывать и на другие участки ноги. Не обязательно там, если у вас была операция на бедре, либо на колени, то прикладывать только на бедро, либо только на колено. Нет, вы можете прикладывать и, в общем-то, на другие участки кожи, где вы чувствуете боль, да, на другие участки ноги, вернее, где вы чувствуете боль без проблем. Можно также это делать. Я надеюсь, что я вам снова освежила в памяти основные моменты наши после операции, на которые следует обратить основное внимание, да, которое я повторяю по 3-4 раза в день в течение своих визитов. И я надеюсь, возможно, даже я вам рассказала что-то новое, но если у вас остались вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите под данным роликом, я с удовольствием на них отвечу. Всем хорошей реабилитации, всем до следующих роликов, всем пока!